Друзья, привет! С вами Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу о новых подробностях Xbox Scarlett, которые были известны на E3 2019 и на Xbox Insight. Также поделюсь о теориях дальнейшего развития Xbox, информация об эксклюзивах, о новых студиях и моим мнением на всю эту информацию. Видос получился реальным интересным, поэтому смотрите его до конца. И давайте начнем. Из недавних шоу нам стало известно, что Xbox Scarlett будет в 4 раз мощнее, чем Xbox One X. Процессор будет на AMD Zen 2, оперативная память будет в формате HDDDR6, будет поддержка до 120 кадров в секунду и поддержка 8К разрешения, поддержка временной частоты кадров и SSD будет нового поколения. Он будет использоваться как виртуальная и как оперативная память и будет мощнее в 16 раз, чем предыдущий. Одной из главных фишек нового поколения консоли будет очень быстрая загрузка. Про это, кстати, говорили и Sony, который разрабатывает сейчас PlayStation 5. По тестам, словам людей, которые работают в этой сфере, говорят, что если какая-то игра грузилась 15 секунд, то это будет просто в одно мгновение на новых консолях. Но, как по мне, игры лучше были бы хорошие, потому что загрузку и подождать можно. Также, Фил Спенсер подтвердил полную обратную совместимость с предыдущими консолями. То есть, все игры и аксуары Xbox One будут доступны и на новом Xbox. Как по мне, эта новость очень крутая и все геймпады, рули и гарнитуры будут работать и на новом Xbox. Поэтому можно не бояться и закупаться элитными контроллерами или просто контроллерами, они все равно будут работать на новом Xbox. Поэтому принципу останется Xbox Game Pass, Xbox Live Gold и все это перетечет в новое поколение. К сожалению, в этой новости есть нотка грусти. Именно за полной обратной совместимости мы, скорее всего, в ближайшее время больше не увидим новых игр по обратной совместимости от консоли Xbox 360. Команда, которая работала над этим, будет уже заниматься новым поколением. Но исключить того, что команда все-таки вернется к своей деятельности, не стоит. Также, Фил подтвердил, что у нового Xbox все-таки будет дисковод. И да, Xbox Scarlett это одна консоль, а не семейство, как это было с Xbox One. То есть нас ожидает всего лишь одна консоль нового поколения, без каких-либо новых консолей, которые будут мощнее или слабее. То есть Xbox Scarlett это все, это одна консоль, а не семейство. Потому что если смотреть на Xbox One, это семейство консолей, в которые входят Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. В Scarlett, кстати, мне кажется, все-таки будет какая-то, может быть, маленькая версия, но все же она не будет отличаться по характеристикам. Наверное, многие сейчас офигели от того, что нас ожидает, но погодите. Давайте пока не будем радоваться тому, что нам сказали с целью рекламы. Вспомните Project Scorpio, 4K и 60 FPS, поддержка виртуальной реальности. Да, это было заявлено официально, была картинка на официальном сайте. В итоге получилось, что 4K и 60 FPS были лишь в единичных проектах. И игрокам предлагают либо 4K и 30 FPS, либо 1080 и 60 FPS. Ну, согласитесь, это все-таки разные вещи. Поэтому тут может быть то же самое. Проверь, думаю, объяснять не стоит. Была поддержка виртуальной реальности, а потом она тупо исчезла. Да, у компании свои проблемы, свои планы, но блин. И тут не исключено, что что-то может пойти не так. Вообще, что я думаю о новом поколении консолей? Знаете, исходя из Xbox One, очень хочется получить на этом поколении реально много next-gen проектов. А также получить какой-то некий новый экспериент, как это было там с Kinect 2.0. И совсем не то, что нам представило как раз-таки это поколение. Выпустив в начале довольно-таки мощные проекты, нас начали потом кормить какими-то инди-проектами и недоработанными проектами. State of Decay, Crackdown. Пошли какие-то мультяшные проекты и куча инди. Да, я понимаю, что аудитории довольно-таки разные, все игры на вкус и цвет. Но зачем тогда такая мощность, если Mac в большем случае выпускают не такие мощные игры? Тут, кстати, можно надеяться лишь на новые студии, что только они и их гениальные идеи нам предоставят какие-то реально мощные проекты, которые как раз-таки и раскроют всю мощь новых консолей. Одна из таких студий, мне кажется, будет The Interactive. О студии мало что известно, но по слухам у них набирается довольно-таки мощная команда из реально опытных сотрудников. Поэтому предполагаю, что именно от них нас и ждет какой-то бомбовый одиночный проект. Прям вот можете скринить. А также думаю, что на старте нового Xbox нас ожидает возрождение каких-то старых, но очень мощных франшиз по типу Fable. К слуху входило достаточно. Многие думали, что его покажут и на этом E3, но мне кажется, они его просто приберегли. Также не исключаю факт того, что может быть продолжение какого-нибудь Alan Wake, Quantum Break, а может быть продолжение Rise. Потому что Microsoft нужно будет привлечь к новому поколению хоть как-то. Кстати, об эксклюзивах. Мне кажется, нужно просто забыть об этом слове в новом поколении. Поскольку Microsoft сейчас ведет позицию именно по предоставлению просто лучшего устройства для игр. И в большем случае им как бы все равно, где вы будете играть. Либо на ПК, либо на консоли. Поэтому 99% вышедшие эксклюзивы будут доступны на ПК и на Xbox. Не исключая факта того, что они выйдут и на PlayStation. Да, это бредово, но все может быть. А также на новом Xbox мне хотелось бы увидеть некий интерактив в виде виртуальной реальности или нового Kinect. Если новый Kinect маловероятен, то VR, мне кажется, ждать стоит. Поскольку у Xbox вообще не было шлема виртуальной реальности. Ходило много слухов, что он появится. Даже поддержка на Xbox One X была. Мне опять же кажется, что поддержку виртуальной реальности с X-версии убрали специально. Чтобы ее тупо потом сделать на следующем поколении. А вообще, насколько я знаю, мне кажется, в новом поколении без камеры все-таки не обойтись. Поскольку в Just Dance надо будет на чем-то играть. Возможно, что это будет реализуемо при помощи Kinect 2.0, при помощи обратной совместимости. И он снова живет. Также я очень надеюсь, что Майки все-таки реализует свой патент на виртуальную осязаемую реальность. В которой можно будет что-нибудь потрогать. Как по мне, это было бы просто вышка. Ценник новой консоли, мне кажется, будет колебаться от 500 долларов, поскольку она будет реально мощной. Ну а самой мощности, а именно железе, я вообще практически не думаю. Да, я понимаю, что на слабом железе вы не достигнете невероятной графики. Вы не достигнете 8К и 120 FPS. Но знаете, и на мощной консоли достигнуть 4К иногда тоже не удается. Поэтому все зависит от разрабов. Мощность в 4 раза больше, чем Xbox One X, не догарантирует вам каких-то просадок и отсутствия динамического разрешения. О стратегиях нового Xbox. Я вижу всего лишь два вида событий, и один из них довольно-таки интересный. Будет ли это по факту, я не знаю. Это лишь мое предположение, и его можно просто иметь в виду, что возможно такое может быть. Возможно быть такое, что грани между Xbox One X и новым Xbox не будет. И X-версия станет слабой консолью нового поколения. И лично, как по мне, это будет тормозить немножко процесс, поскольку новая консоль не будет развиваться полноценно. Она будет все время оглядываться назад. Потому что разрабы будут терять время и доработку для новой консоли и для старой. И как по мне, это породит больше проблем. С другой же стороны, это невероятно крутой вариант для тех, кто купил Xbox One X. Поскольку, считаете, вы купили Xbox One X в старом поколении, а он у вас преобразился в новое. И еще актуален долгое время. Но знаете, возможно, что прогресс будет тормозиться еще сильнее, поскольку Xbox One X привязан к семейству консолей Xbox One. С самого начала у Microsoft была такая позиция, что Xbox One X это, грубо говоря, тот же Xbox One, только мощнее. И при переходе Xbox One X версии, Xbox One Fat, Xbox One S также на него перейдет, поскольку его не должны списать со счетов. Лично я думаю, что такой исход маловероятен. Xbox One X, скорее всего, не перейдет на новое поколение. Поскольку X версия связана с Xbox One, и тем более в начале видео было сказано, что Xbox Scarlett это одна консоль, а не целое семейство. Второй исход заключается в том, что Xbox Scarlett это будет одна консоль нового поколения, и она будет связана с предыдущими поколениями лишь за счет обратной совместимости. То есть новая консоль должна быть полностью новой консолью. Да, будет обратная совместимость, но прогресс из-за этого тормозиться не должен. А как по мне, это лучший вариант для того, чтобы и разработчиков не нагружать, и для того, чтобы новая консоль развивалась без оглядки назад. Но знаете, как будет на самом деле сказать все-таки сложно, поскольку уже есть игры, которые рассчитаны на два поколения консолей. К примеру, как игра Halo Infinite. И тут на самом деле вообще непонятно, как будут обстоять дела, поскольку две разные версии игры на две консоли, ну, вряд ли будет кто-то делать. И тут у меня аж три варианта. Первый вариант заключается в том, что купив игру на Xbox One, по идее ты должен получить ее в обратную совместимость на новую консоль, ибо все-таки заявлена полная совместимость. Если будет так, то получается на Xbox Scarlett будут такие же обновления, как сейчас на Xbox One X. То есть ты покупаешь игру на Xbox One, а если у тебя Xbox One X, то у тебя докачиваются текстурки, и игра становится красивее. Тем самым, Майки предоставит возможность нам посмотреть на всю мощь новой консоли, на ее красоту и тому подобное. Второй вариант заключается в том, что, скорее всего, игры будут делиться по версиям. Купаешь одну, а получаешь две и на Xbox One, и на Xbox Scarlett. Типа как Play Anywhere сейчас работает, то есть ты купил в Microsoft Store, и у тебя доступно и на ПК, и на Xbox. Я думаю, будет такая же фигня, только еще добавится Xbox Scarlett. Третий вариант менее оптимистичный, но более еврейский для компании. Это то, что придется покупать две версии игры, и для старого Хуана, и для нового Xbox. То есть, если ты хочешь играть с новыми обладателями, покупай такую версию. Если ты хочешь играть с владельцами Xbox One, покупай такую версию. Лично я хотел бы второго варианта. Купил один раз, а получил две версии, играй на Xbox One и играй на Xbox Scarlett. Опять же, это лишь мои теории, и как будет по факту, я не знаю. Так как все-таки вариантов довольно-таки много. И при условии, что это будет обратная совместимость, и что будет кроссгенные игры, это звучит весьма все запутанно. Поэтому все находится под большим вопросом. Поэтому по факту мы узнаем ближе к 2020 году, когда и выйдет новый Xbox. Также хотел бы вас предупредить, чтобы вы не ждали полноценного анонса в ближайшее время нового Xbox. На стриме я заметил, что многих расстроило, что вам не показали новый Xbox. Но как бы вам и никто не обещал его показать, его лишь тизернули и рассказали о самых главных моментах. А в ближайшее время ждите лишь по чуть-чуть информации того, что нас ожидает. И уже ближе к дате выхода консоли нам ее покажут полноценно. Скорее всего, это будет на отдельной какой-то конференции по типу XO. И на этом у меня все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, поскольку я хотел его сделать максимально интересным, максимально информативным. Если это действительно так, то поставь палец вверх, подпишись на канал. Как будет появляться новая информация о новом Xbox, я постараюсь вас осведомлять об этом. Поэтому не пропусти. Также не забывайте писать свое мнение в комментариях, что вы думаете вообще о новом Xbox. Как вы думаете, какой вариант все-таки будет правдивым. Да и просто напишите, как вы относитесь к новому поколению. Большое спасибо, ребят, за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok